Приветствую вас! Давайте попробуем начать разбираться в вашей проблеме. Давайте попробуем понять, что с вами происходит. Я думаю, что не всё так однозначно. Я думаю, что на вас влияние оказывает несколько факторов. Итак, первое. Вы пишите. Проблема состоит в том, что в реальной жизни разрешился верно формулировать свою речь. Без какой-либо причины вставляются слова, которые явно не в тему. В итоге временами выходит бред. В сведениях я обещаюсь на Сурчике, живу в Украине. Учусь я в университете на психолога. Так, вот первый момент. Значит, вы в реальной жизни разрешились верно формулировать свою речь. Значит, если вы учитесь на психолога, то как минимум, вот как минимум, в курсе общей психологии вы проходили такую тему, как, значит, утренняя вербальная речь. Утренняя невербальная и внешняя вербальная речь. Так вот, сперва у человека происходит речь внешняя, так же как и освоение любыми средствами происходит сперва внешне. А потом человек начинает осваивать эти средства на уровне внутренних, то есть происходит интерьеризация, переход внешних средств во внутренние. Давайте вот этот момент с вами попробуем разобрать немножко подробнее. Если вы испытываете проблемы с речью внешней, то нужно сразу спросить у вас, возникает ли проблема с речью внутренней? То есть что такое внутренняя речь? Это, по сути, непрерывный поток сознания, да, поджимств, поджимств. И, как бы, есть ли у вас эта интерьерная речь? Останавливается ли она у вас или нет? Это первый важный момент. Второй момент. Как бы, прежде чем что-то говорить, вам нужно формулировать то, что вы скажете наперёд. То есть, возможно, вам имеет смысл делать паузы в речи. Возможно, вам имеет смысл останавливаться. Возможно, вам имеет смысл использовать местами, которые некоторые люди используют, типа «ммммм» и так далее, но, естественно, недолго. Возможно, вам стоит говорить минутку для того, чтобы подумать относительно того, что вы хотите сказать человеку, например. И это, естественно, такие вот внешние средства, которые, ну, могут вам помочь добиться своей цели. То есть, цель более чёткое построение речи, более складное построение речи. Далее. Значит, вы пишете, что у вас есть борьба двух языков. То есть, есть, как бы, русский язык. Ну, давайте почитать. Значит, вы пишете. Может быть, это борьба двух языков в вашей голове? Я так понимаю, речь идет о русском и украинском языках. Раньше, несколько лет назад, деда с собой такого не замечал. То есть, пару лет назад у вас подобной проблемы не было. То есть, выражали свои мысли хорошо, правильно. С этим никаких нареканий не возникало. Значит, несколько лет назад такой проблемы не было. Давайте попробуем вспомнить тогда, что случилось с вами, что могло с вами случиться такого, что повлияло на это. Быть может, у вас снизилась уверенность в себе. Может быть, вы стали больше сомневаться в себе. Почему? Вы говорите, что судьбе стало сложно общаться в вашей голове ни одной мысли. При этом, с близкими, один на один, разговор выстраивать получается. То есть, тем людям, которым вы доверяете, вам легче сформулировать свою мысль, чем тем людям, которым вы не доверяете. Или с которыми у вас отношения немного более хуже. Развиты тем, чем с близкими. Далее, вы приводите в пример свою девочку, которую представляете здесь нам, как идеалу своего комфортного общения. То есть, с девушкой вам общаться комфортнее всего. Лучше подумаю, какие качества есть у вашей девушки, которые делают ее для вас легким, приятным собеседником. Ну, наверное, здесь можно говорить даже не столько о приятном собеседнике, сколько, наверное, именно о легком. То есть, именно легкость общения с ней отличает ее от других людей. Важно понять, в чем эта легкость проявляется. Чем она обусловлена, эта легкость. Потому что, ну, условно говоря, из того, что вы написали, подобный вывод сделать нельзя. Тем не менее, по моему мнению, у вас есть некоторое, пока не осознаваемое вами, внешнее средство, которое вы используете для того, чтобы общаться с своей девушкой хорошо. То есть, это внешнее средство, оно вами не осознается. Еще раз сделаю на этом акцент. Это средство, внешнее, вам пока не осознаваемое. Вы его не осознаете. Вы не знаете, что это такое. Но оно все же есть, это средство. И оно явно, это средство, вам помогает. Помогает вам выстраивать нормальный диалог со своей девушкой. Дальше. Следующий момент, который хочется сказать. Значит, вы пишите. Вам сложно выстраивать разговор. В какой-то момент нужно что-то сказать, а сказать нечего. Здесь, полагаю, сразу приходит на ум, знаете, несколько возможных вариантов решения вашей проблемы. Первый вариант, это фактор вашего интеллектуального развития. То есть, вы сами как устраиваете свою образовательную деятельность? Как вы ее организовываете, если у вас постоянный источник расширения своего кругозора? Вопрос этот очень важный, потому что он касается вашего развития, вашего потенциала для общения с людьми. И, понимаете, вот, если вы чувствуете, что у вас с людьми нет ничего общего, то есть, вас ничего не объединяет. Значит, проблема эта лишь в том, что пропали точки соприкосновения с людьми. Почему они пропали? Естественно, нужно разбираться. Так вот, сходу сказать об этом нельзя. Я надеюсь, вы это понимаете. Нужно разбираться с тем, что произошло. Что произошло с вами. Дальше. Значит, что теперь касается того, что вы пишете следующее. Значит, когда вы пьяны, мысли идут волной. То есть, они, собственно говоря, представляют собой то, что они изначально должны представлять. То есть, непрерывный поток сознания. Получается, что алкоголь у вас, судя по всему, снимает некий барьер, который в другом любом проявлении мешает вам выращению ваших мыслей. То есть, в состоянии алкогольного опьянения ваше самоощущение меняется. Какие-то блоки, которые до этого присутствовали у вас, они снимаются, эти блоки. И вы совершенно спокойно можете уже, получается, общаться с людьми и наоборот, как хотите все свои мысли выразить. Правда, происходит это совершенно не по вашему желанию. То есть, мыслей много, а выразить все, получается, далеко не всегда. Наши, получается, мысли копятся у вас. Но выхода не находят. То есть, кто-то их сдерживает. Давайте попробуем. Давайте попробуем определить, что же может вас сдерживать. Может быть, какие-то невыраженные эмоции у вас были. Может быть, какие-то у вас проблемы неразрешенные были. Может быть, что-то еще составило вас в себе сомневаться. Подумайте об этом. Постарайтесь подумать. Что-то из этого привело к подобной реакции. Потому что, если бы у вас мыслей не было вообще, или были бы какие-то нарушения работы мозга, то, я думаю, в пьяном состоянии вряд ли бы вас они появились. Далее, вы пишите, что... Вас окружает русский язык. Везде вы говорите на украинском. То есть, язык есть украинский, но государственный язык. Но окружает вас русский. Словальный запас родного языка стал настолько бедным, что ребята пишите по словарю. А какой родной язык? Я вот не очень понял. Какой это родной язык, собственно говоря? Вам просто надо общаться больше с теми людьми, которые говорят на том языке, на котором вы хотите это говорить. И вы, получается, изменили свой круг общения в сторону того языка, который либо вам не подучил, либо вам он не нравится. Таля, когда вам нужно ответить, вы молчите. Но вот вы знаете, вот это вот ваше описание того, что, когда вам нужно отвечать в университете на вопрос, когда просто нужно ответить на что-то, вы молчите. Это очень похоже на неуверенность в себе. Возможно на страх, да. Но если страх, то страх с чего? Вот вы свой вопрос помстили в расцел страхи и фобии, но я не увидел вас как такового страха на самом деле. Да, есть проблемы с речью, но пока не хочется говорить о возможности органического поражения. Мозга, например. Скорее всего, Анфонин действительно конфликтует лингвистические категории. Потому что, ну, не каждый человек может содержать несколько языков одновременно, да. Вот. Соответственно, вам нужно пытаться мыслить в направлении тех рекомендаций, которые я вам дал. Далее, вы пишите, что у вас начинает дружить голос, вам становится холодно, и вы начинаете говорить не связанно. Это напоминает больше физическое состояние. Вам я бы рекомендовал изобретиться к врачу, выбрать и обследование медицинское. Не думайте, это паническая атака, холодная и путаница мыслей. Не назвал бы я это панической атакой, конечно. Вот. Вот, собственно, вы подтверждаете сами, что с более знакомыми людьми нету таких атак, нету таких состояний, значит, что уже все дело именно в неуверенности в себе. И вот вопрос в том, откуда она появилась, где она берет свое начало в неуверенности в себе, вот на этот вопрос нужно вам будет отвечать. В принципе, это пример, наверное, личной консультации, личной работы с психологом, а не в формате вопрос-ответ, потому что подобные проблемы не решить вот так вот за один ответ. Что можно сказать? Психология, судя по всему, как-то не очень идет вам на пользу. Я хочу сказать, что это не ваш предмет, но подозреваю, что на психолога вы пошли тот же день на руководство. Быть может, именно в этом и кроется основная проблема. То есть, почему вы пошли на психолога? Попробуйте ответить на эти вопросы самому себе, и если будет желание, выберите эксперта и поработайте с ним лично. Тогда он будет говорить о каком-то результате, существенном для вас, ну, то есть, социальном результате. Что такое социальный результат, надеюсь, объяснять не нужно, вы как человек, который учится на психолога, думаете, что это такое. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...